Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 307. События дня. Притча Соломонова, 16.7. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. И дальше ролик, который составит Махал Кальмаев и из моих разных выступлений, посвящается всем ушедшим из православной церкви. Вот по-русски напечатать, зарядить в Ютуб, и уже вот этот ролик выйдет. Ну и тут подбила одна женщина, чтобы я эти фразы выставил из Священного Писания, стихи. Серахов, 42.14. «Лучше злой мужчина, лучше, нежели ласковая женщина, женщина, которая стыдит до поношения». Экклесиаст, 7.26. Соломон искал, искал отрады в женщинах, а потом, говорит, нашел я, что горше смерти женщина. Наконец-то. Тысячи перебрал и все-таки нашел. Потому что она сеть, вот расставленная сеть, и сердце ей силки. Ну, силки, посмотрите, что это означает. «Руки оковы, вот обнимет она, то другое оковы, добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Вот так. Я как раз тут не думал даже это сказать. Сейчас сразу придумал на ходу. Вот. Мне нужно буквально минутку одну найти, чтобы у меня стихотворения, они одним стихи, одним файлом. Сейчас я заряжу одно слово и найду. Найдет она где сейчас быстренько. Вот она, нашел сразу. Вот я стихотворение написал женщинам. Мужчины как, одобрят, не одобрят. Да и женщины, я как это писал, по-разному отнеслись. Я женщинам всем благодарен и в досталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взвинули лишь коса, змеей струилищи косы. Заноза я в них не вошел, и нечего то ворошить. Мой ангел-хранитель стумел же меня уберечь. По лезвию острому кубарем там я скатился. А женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака. Из сердца кострища с горящей своей головней. Но жив оставался, лишь бороду сдуло слегка. Да теплой ночью прошедшая сладко кольнет. Не мне подводить и итожить спектакль необычный. Но не был любим до беспамятства дикой девицей. Не сладость, конечно, что чувствами сад ископычен. Но снова я жив и в ночи не могу надевиться. Как славно, что кудри мои никого не престили. Характер не мягкий, путаны не липли ко мне. Страх Божий сковал мое сердце, бесилось в могиле. А разум треножил в геевском сгорая огне. Один на распутье распутство был спутан. Наказом от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой. Казалось не раз, что капут мне, но корень обрублен. И вянут светистые ветви. В таинственном Марье разум совсем не терял. Работа до пота сгорал в одиночестве диком. То ветер измен перемен в порошок истирал. Примил не по карте, а в храме минуты и изгибы. Храним несказанную милостью Божьей. Вставал окруженным мечтанием во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей. Дивились на юного близкие мне старики. Ни в жаркой пустыне, ни в келье и в лесу отсиделся. В помощниках в деле Господем счастливые чистые сестры. Обстиран, накормлен, На шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом неисточен, по-прежнему острый. 9 ноября 2005 года. Вот как. И ум мой блудом неисточен. Сейчас посмотрел, выступает Протопопова. Ему 83 года, а ей 79 лет. И они там разные пируэты эти на льду. Конькобежцы, чемпионы олимпийские. Ну никак не подумаешь, что 83 года. Какие движения, пластика, все. Значит, надо над собой работать. А тут на пенсию пошли, скорчужилися. Фу. Вот я как раз такой этот сморщок. Попутно хотел сказать. Какие события дня. Позавчера я промашку сделал. Тут у меня голуби на соседней, ну большое такое там заведение, что-то ночное, боулинг. Там разные шары катаюсь, женщины по столбам голые лазят. Вот. Ну я пришел, Данелия я хозяин. Я попросил разрешения залезть и на антенну повесить бутылки с камушками. И оттуда провести провод ко мне. Когда голуби мои садятся, сидят, не летают. Тогда я за проволоку дерну за эту, за провод. И они слетают, они боятся. Но он мне разрешил, мы побеседовали. Нормальный разговор был. То он мне еще, я говорю, вам завидую, чем вы занимаетесь. Сам небольшого роста и вот грузин. Как он там построил? Огромный такой у него там и парк, и автомойка. Он алюминий все где-то принимал. Там брошенные самолеты, дюраль. Я не знаю как. Ну, построил. А нынче я приезжаю тут. У меня братья работали. Видимо, посчитали. Или само оборвалось и спрашивал. И провод этот упал. Но я не знал, что они, счастье, его уже обрезали. Телефонный. Хороший-ка. Он мне провод этот нужен. Я пошел, три дня ходил. Оказывается, Данелия летом умер. Ничего себе. А он мне еще загадку загадал. Вот вы знаете, что евреев везде гонят, да? Знают. Ну, за их дела и гонят. Что они везде? Только приезжают, где поселяются, сразу что-то начинают химичить. Там под проценты давать. И людей закабалять. Ну, я говорю, что? Ну, и что из этого? А вы знаете, есть такая страна, где евреев не гнали. Я говорю, и где же? В Грузии. Тебе, я подумал, да в самом деле не гнали их там. А почему они не гнали? Гнать некому было. Успели всех подобрать к рукам. Не знаю. Ну, с Данелией были хорошие такие разговоры. И вот я пошел, все-таки добился. Пропустили меня туда. Снег прошел. Лезть на крышу мне этот, говорит там охранник. Я еще полезу. Там мне надо слуховое окно через него. А то сыро, я упаду. Я тогда решил не ехать. Я пришел к ним, не лезьте туда. Взял нож. И вот так вот руку поднимаю повыше-то. А рука у меня поврежденная. Товарищи из компетентных органов 55 лет назад меня крутили. Руки выкрутили, рванули вниз. И, видимо, порвали какой-то нерв. А какие товарищи? В это время я попутно хотел сказать. Служил в армии. В ракетных войсках. И там события такие были. И вот на днях я ремонтировал потеряевки. И окошко там забито. И хороший костюм. Вот такой вот. И главное, пушечки здесь. Я служил как раз в этих войсках. Вот я сейчас накинул. Ну, конечно, если бы я служил в армии, то, наверное, дослужился бы до этого. Ну, как выглядит? Подполковник? Ну, бог его знает как. Вот я просто оттуда снял. Я не ношу, чтобы не привязались. Нет, я даже рукава туда не дергиваю. Но я вверху проволоку-то отрезаю, и она не отрезается. Я ее ломаю. Вот я ее положу. Я ее берегу. Не попираю. Вот она как лежит. Видишь, с уважением. Тут еще нападут, скажем, в советскую или российскую армию, я там позорю. Ну, у меня звание старший сержант. Дальше нету. Вот оно. Все официально. Она чистая, хорошая. Ну, погону может быть пришитая, видимо. Убрать и носить. Я не претендую и не ношу. Просто хотел сказать, откуда это у меня повреждение. Вот локоть. Локоть. Плеще задеть нельзя. Ой. Ну, и на улице все-таки это было. Я руку поднимаю, а на проволоке держится. Я вот так ее высоко не дает. Руку там поднимать. Вот сейчас как раз. Ой-ой-ой. И, видимо, маленько застудил. У меня это было однажды. Я нес большие рюкзаки все время на встречу. Полные библии. По лесу распарился. Снял. И тогда в одном костюме. И простудил. Что со мной было? Я трое суток не мог не уснуть. Еще только сидел. Тогда меня увезли в краевую больницу. И помню, врач закрепил меня. Как-то там что-то. А потом туда вот такой укол. Большой такой шприц. И я впервые заснул. И здесь точно так же. Володя уехал, остался там. И успел работу сделать. Это на ум. Я один. Виду не даю. Не мог не уснуть. Ничего. Вот так вот сижу. И качаюсь только. И вчера пришел Виктор Андреевич. Врачу нашему сказал. Член нашей общины. Он приехал с лекарством. Натереть что-то. Ну, с меня рубашку потихоньку сняли. И он, давай натирать. И я сегодня поспал первый раз. Он давал таблетки. Таблетки обязательно. Я не взял. Ни кое-как отбился. Не надо, а то они подмешивать мне начнут. Я не хочу этого. Я на то, чтобы уснуть. Иначе днем я не годен. И сегодня уже от натирания я отказываюсь. Я знаю. Я чувствую, что натирание это пошло по крови и отражается на мозгах. Я это из-за чего начал-то говорить. А вот из-за этой, ну, как сказать, эпиграфа, что горше смерти женщины. Видите, каким я винтом пошел. Ох, Володя, посмотри, моя пленница-то сидит где. Вот она сидит. Она балуется. Везде грызет все. Маленькая. Ну, я ее сейчас выпущу. Ну, все, выпускаю твою сестренку. Вот там она лежит. Вот так. Вот они. Беляки мои. Буска, а та белка. Белая. Вот она пошла. Какая выросла. Это котеночек маленький был. Ну, такая головная. Вот она пошла. И вот какие события были. Вчера я вот это болел. Ничего не делаю. Руку поднять нельзя. Стою, уголь там насыпаю. Одной рукой все. А мой отец с войны. Вот так руки не было. Ну, вот в 20 сантиметрах у него культябка была. Как же он-то был-то. Десять ребятишек. Все одной рукой. И мыть. Ну, мы иногда помогали ему руку помыть. Вот. Вот что такое, значит, это переделать эпиграф я как бы описываю. И вот одна сегодня женщина пишет. Я фамилию уже не ставлю. Пишу по поводу приобретения книг. Вы сказали написать вам после 10 октября. Это я из потеряйки. Всем отвечал. Буду посылать в доллары по Western Union. Посылать по Western Union надо на ваше имя в город Барнаул. Как вы писали, все книги мои будут стоить 876 американских долларов. И плюс пересылка приблизительно еще 200 долларов. Надо в Испанию. Еще одна просьба есть к вам. Можете вы лично подписать мне книгу к истинному православию или какую-то другую? Заранее благодарю. Пишу также мой адрес. Я пишу. Да, на Барнаулы мое имя Лапкин Игнатьев. В полном комплекте из 38 книг моих книг уже не хватает трех. Тираж небольшой. То есть тысячу экземпляров всего было. Ну, некоторые переизданы были, как Новые Заветы к истинному православию. Для слова Божия нет уз. То есть это получается у меня 3-4, 5 книг были переизданы. Но для вас из самого тайного хранилища достану эти книги. То есть я несколько экземпляров поставил только. Эти книги для Испании. В Мадридской национальной библиотеке должны быть все мои книги. Мы проехали в 2014 году до Лиссабона. И везде для библиотек я лично дарил свои книги. От Владивостока и Порта Находки до Португалии, Скандинавии, Прибалтики и Великобритании. Бог вам в помощь. Только чтобы муж ваш был не против. Она украинка, кажется, или белорусская. Ну, вот такое дело. Вячеслав сегодня пишет один, скнарин. Я вам писал в Одноклассниках. Я не знаю, что эти скобки означают. То ли восклицательный знак, или вот сегодня. Я отвечаю, хотя у меня есть свои ресурсы в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере. Но я нигде не бываю. Там живые журналы. Вообще, у меня свои большие ресурсы. И тут я тружусь. Ну, вот что я вам хотел написать. Он пишет. Мир вам. Вы очень интересный человек. И я хотел бы задать вам вопрос. Как можно знать Библию? Верить в то, что Библия есть Слово Божие. И при этом быть православным. Понимаете как? Я говорю, заходите по скайпу и поговорим. Писать мне некогда. Он отвечает. Я не могу по скайпу говорить. У меня проблема с речью. Что не знаю. Я отвечаю, жаль. Он говорит. А вы видео запишите по этому вопросу. Это первая встреча, первый разговор. Я отвечаю. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это у меня стихотворение. Вот как... Вот что значит миссионерская работа? Миссия. Это не благовестие только. Нет, это другое. Здесь труд должен быть от Духа Божьего. Говорить, не говорить. Я бы ему не отвечал. Ему отвечаю. Тут сегодня было сколько людей, я даже не знаю, которые можно было ответить. Ну, десяток. Ни одному не отвечаю. А за месяц это уже, считай, по 10 человек в день, это уже 300. Я ни одного не отвечаю. Не отвечаю. Там материала у меня хватает. Ему отвечаю. Почему не могу пока ответить? Я стихотворение ему даю. Вот вдумайтесь, которые там критикуют меня здесь. Ну, что это за поэзия? Я и не говорю, что это поэзия. Это не стихи. Это проповеди в стихах. Проповеди. Прямая речь, где Бог глаголит. Там двоеточие стоит, бросает в дрожь. Кто мог расслышать точно Божью волю? Мы если слово выпустили, а это ложь. Прямая речь людей один к другому. Здесь нет вопросов к одному один. Но Бог, но Дух Святой проговорил негромом. На двоеточие растерянно с сомнением глядим. Кто мог запомнить, передать точь-в-точь, не переставив местами в слове слова? Как кто расслышать, самость превозмочь? Ведь говорит не человек Егор, а Иегова. Полсотни лет смотрю на букву в рост за главное местоимение. Он сам его, мое. Царствие мое, далеко, сказал Христос, вмиг расширяй к небу узкий окоем. Вот Павла дух идти не допустил. Но как? Он слышит что-то или как? От полной речи той дошли одни куски. Ведь мы-то их коснулись лишь слегка. У двух евангелистов по-разному одно, и даже отче наш расширили полнее. А одновременный взгляд в простертое окно, как будто разное у каждого линейка. Прямая речь Адама, Евы, Змея меня нисколько ныне вовсе не тревожит. Но двоеточие за Бог сказал не имею. Я в той беседе рядом, непрохожий. Как верующий то, что Библия Бога одухновенно, сомнения в написанном в ней вовсе не тревожит. Все в Библии написанное точно, это верно. Я восхищен, пленен, люблю ее до дрожи. Но двоеточие шокирует. Но я не переводчик. Запоминаю фразу с трепетанием губ. Сомнения тенью отползают, впрочем. Язык без изменений. Не кажется ли груб? 8 сентября 2010 года. Здесь на нашем форуме самое подробное описание, что Святая Библия и Слово Божие. Истинное. Вот это кто хочет, просто посмотрите. Вы найдете такое на нашем форуме. Просто на наш форум зайдите и зарядите Слово Библией. Сейчас я покажу, как это делается. Вот хотя бы один раз. Вот наш форум. Православный форум Игнатия Лапкина. Вот по этой черте, вот красная, ну не красная, бордовая, под храмом. Вот дальше я веду курсором. Есть общий поиск. Вот общий поиск. Что хочешь. Вот я сейчас нажал на него. Выскочит рамка. Вот я сейчас в рамочку вставлю курсор и напишу Слово Библия. Вот я написал Библию. Найти. Вот. Сомневающиеся в том, что Библия и Слово Божие. Это как раз вот этому человеку. Я его отсюда многое уже сейчас переслал. Дальше. Библия в русском переводе. 1976 год. Лучший подарок. Это ткни в него, и тут ты найдешься. Вот сомневающиеся в том, что Библия и Слово Божие. Вот я ткнул ее. Вот теперь она открывает. Сомневающиеся. Вот. О Панине. Когда Панин там что говорил, как узнавал, как писал. Вот дальше. Ну, тут многое. Чтение мое, Святой Библии. Язычники употребили в своих трудах против Святой Библии. Я насчитываю где. Как захватить планету, то моим голосом. И так говорят там, как будто бы я. Ну, так, Игнатий Тихонович, считайте дальше. Я считаю. Ни шороха, ничего. Как будто я сижу с ними. А сами насмехаются над библейскими текстами. Важность понимания происходящего. Ну, что это там вот такое. Библия-современность. Вот. Вот прямая вещь я оттуда сейчас взял. Пожалуйста. Вот если, ну, хочешь больше узнать, заходи на нашу пору. Вот опять общий поиск. Вот новое сообщение нажать только и опять на первую страницу вышел. Вот оно где. Ну, у нас, у меня, я очень люблю, вот этот ресурс. Ресурс этот. Вот я как раз с ним. Вячеслав его звать. Скнарин. Вот сейчас я вернусь на первую страницу, чтобы показать. Как будто бы он больше мне ничего не пишет. Сейчас посмотрю, может быть, уже занялся делом. Вот заходите на мои ресурсы. Я показываю, как я работаю здесь. Вот. Мой мир. Сейчас я зайду на мой мир. Туда. Где все его. Всех поздравляю. С днем рождения. Вот снова пишет, что-то просчитать. Что он тут пишет? Напишет. Без подготовки, смотрю. А, нет. Просто так это. Мой мир. И сразу на свою страницу. Вот она. Вот сколько сегодня уже выставил я. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. Семь выставил. Перенес с этого. С Ютуба. Ну, а выставил это десять. Поэтому еще тут выйдут они где-то. Вот, пожалуйста, где можете заходить, спрашивать, писать. Кроме того, у нас есть видеоканал. Там пять тысяч, теперь уже восемьсот роликов. Вот сегодня я кое-что выставил. Сейчас посмотрю, обновлю. Такое посещение, небольшое, конечно. Вот. Это что такое? Как страшно в жизни быть бомжем. Шестьдесят семь. Человек шестьдесят семь за один час. Вот вчера было у меня тут наказы Никити. Это день назад. Тысячу пятьсот шестнадцать уже. То есть, ну, вечером там как-то отзывы пошли. Некоторые Никите советуют уехать. Что ты там торчишь, до тебя обижают. Никто не держит, уезжать он может. Он еще зазомбирован, как говорят, или что. Вот. И дальше у нас сайт. Сайт богатый, библейский сайт. Православный библейский сайт. Здесь все есть. События вчерашнего дня для меня было дома, ничего не было. Снег выпал. Обычно сестры командуют у нас виноград. Закрывать, не закрывать. Я не могу выйти. Вот сейчас задеть даже не могу. Но если я не шевелю, то нормально все. И все время там как мураши бегают. В бане парили руку. Вот. Пятьдесят пять лет назад повредили руку. И, несмотря на это, все время на стройке работал. Никакой льготы не искал. Я знаю, вот сегодня не принимаю. Почему? Лекарства уже не надо. Один раз натерли. А сколько? Ну, примерно за лет пятнадцать. Первый раз вот. Пятнадцать лет назад она у меня невыносимо болела. А это терпимо. То есть мне уснуть главное не давало и поэтому согласился. Не раздеться, не одеться. Вот. И вчера виноград надо закрывать. Я Надежде Васильевне говорю, надо закрывать. Ну, вышли. Сапоги там такие у меня. Ноги мерзнут по снегу. Как лед. И у него еще это добавило. От ног-то идет где-то. И все равно мы закрыли. Как могли, закрыли. Досками, потом пленкой, а сверху шифером. Ну, подгрести надо бы вокруг, а туда снега-то нету. Снег кончился. Вот. Вчера это событие последнего. Для меня это событие. А свободное, которое время свободное, я просмотрел полностью вчера еще про двух этих нацистов из Скорцени. Вот Скорцени. Я много у него считал, смотрел. Тут еще раз посмотрел, как о нем говорит его дочь. А почему меня это интересует? Потому что это было эпохальное событие. Как эти люди, такие умные, такие смелые, решительные, и они Бога не нашли. И он заботился о своих эсэсов, золото его. Ну, хороший человек. Ну, видно, хороший во всех отношениях. Хороший. Ну, хороший, а сколько на его совести крови-то было? Он как раз Муссолини дучи выкрал, какая операция была, другие, после войны, где он ездил, там, с Черчилем. Я все это осмыслил. Я внутренне понимаю, это непростое событие. И тогда можно будет брать пример. И он, не нашел Бога. Нигде нету о том, что он верил, о том, что Христос его спаситель. Еще там читал, там, когда пленных 86-86 человек англичан расстреляли, вот, а потом их как судили, это танковое, там, ну, это где-то в Орденах, видимо, шли, расстреляли. И опять же, почему Бога не знали? Вот я рассматриваю уже сейчас про всех, отдельно, про Гиммлера, Геринга, все, все, новые, новые материалы нахожу, уж про Гитлера десятки находил. Меня эта тема чрезвычайно интересует. Какие умные люди, как заботились о своих, как помогали, о Бога не знали. И все кончилось, нигде ничего нету. И прокляты они, прокляты. Сколько они погубили невинных евреев, этот Холокост, 6 миллионов. Я не считал, ну просто всех слов говорю. Холокост. А почему не видят, как иудеи устроили Холокост в России на 100 миллионов? Я тоже вопрос задаю. Почему? Это еврейская революция была, Ленин, евреи там и проще. Это надо до конца договаривать. И всех жалко. Где Ленин? Где те, которые были луначарские, расстреляли царя, княжон, ну еще голову отрезали, показывали, как Калантай говорит. Ну, все позади, и царь там. А теперь, может быть, и дано было им встретиться. Может быть. Меня это очень интересует. Меня не интересует нисколько ни Ленин, ни Сталин, ничего. Интересует именно вот эта тема. Потому что здесь скрыто намного, намного больше, как пример для всех. То есть более знаменитой, более умной личности, чем Гитлер, я не знаю, с 2000 лет. При условии, что Бога нет. Как он говорил, тогда все понятно, почему так любили, такой авторитет. Но Бог есть. И это получается дьявол в человеческом обличье. Дьявол. Все сделал для того, чтобы было кому-то хорошо, а остальным плохо. Что такое хорошо и плохо? Хорошо знать Бога. Вот хорошо и плохо, как пишет Маяковский, Владимир Владимирович, это как раз то, что дерево познания добра и зла. Добро это хорошо, зло это плохо. Что такое хорошо? Хорошо слушаться Бога. А плохо не слушаться. И вот это как раз узнали наши пра-пра-пра-родители Адам и Ева. А что они впустили дерево познания добра и зла? Они узнали, что с Богом быть хорошо, слушаться Бога хорошо, слово Божие надо исполнять, а напротив делать, это плохо. Это вот все события, ежедневные размышления, я их выдаю здесь. События. Вчера Володя вернулся домой, я привык, без него уже, говорится, никуда. Все, 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 все простое такое уже. Ну, Володя, надо посмотреть, сделать. Он тут же сразу берется, даже вот сейчас, то ручка у тазика оторвалась, у голубей, надо воду вылить и ручку сделать, заклепать дырочку. Я не могу. Под колесом, Володя, у нас, слышишь, под колесом там какая-то лежит железяка, на ней надо клепать. Это надо сделать, пока голуби не проснулись. Вот события прошлого дня. Ну и все, как будто бы. Да. Субтитры сделал DimaTorzok